Я постараюсь за то небольшое время, которое у меня есть, провести такое достаточно интенсивное выступление, чтобы сориентировать, как решать эту задачу, делать сайт и постараться его с первого раза хорошо. Не долго учиться на своих ошибках, а послушать людей, которые эти ошибки, например, многократно совершали, и о них могут смело рассказать. То есть опыт нашей студии, которая уже более 10 лет разрабатывает сайты, у нас много клиентов от небольших компаний до крупных международных холдингов. Два года мы являемся знаменосцами белорусского рынка веб-разработке, то есть занимали первое место в комплексном рейтинге маркетинг-бай. Это я рассказываю для того, чтобы какую-то весомость своим советам и словам передать. В чем проблема? Постановка проблемы следующая будет у нас. Почему столько сложностей возникает при разработке сайтов в веб-дизайне? Потому что на самом деле у меня ответ такой, что слишком много всего, то есть много разных понятий. У кого не спроси, кто-то будет рассказывать про что-то свое. То есть есть какие-то люди, которые приверженцы определенных технологий, они будут с удовольствием вам их навязывать, рассказывать, как они хороши. То есть много технических нюансов. И неподготовленному человеку, и даже подготовленному человеку, и человеку, которому кажется, что он подготовлен, все равно достаточно тяжело разобраться в ситуации и сделать какой-то правильный выбор. Поэтому я предлагаю всю эту картину взять и выбросить, и все-таки разобраться по сути, какие ключевые моменты при разработке сайта. Еще я сделаю оговорку, когда выступаешь на достаточно широкую аудиторию, очень тяжело так попасть с техническими, чтобы аудитории было понятно и интересно всем. Поэтому я буду стараться ориентироваться, скажем так, на средний уровень, то есть не самый начинающий, но и не для продвинутых разработчиков. Поэтому если кому-то это покажется, допустим, неинтересно, извините, значит, надо ходить на более специализированные мероприятия. А здесь я буду рассказывать простым языком. В чем основная причина всего этого многообразия? Потому что интернет-маркетинг – это достаточно новая и стремительно развивающаяся отрасль. Соответственно, если сформированы какие-то подходы, то они не стали еще канонами. И постоянно появляется что-то новое, потому что у нас появляются новые устройства, новые возможности, новые технологии развиваются, новые стандарты вводятся. И все это создает такое облачное многообразие всех возможных вариантов решений. И если мы хотим, мы говорим про сайт первый или какой-то сайт, не Microsoft, а сайт. Мы говорим про сайт какой-то локальной компании или про интернет-магазин какой-то локальный, то надо помочь разобраться, как же его сделать все-таки хорошо. И, соответственно, цели моего выступления – это структурировать информацию по разработке, то есть выделить ключевые факторы успеха при разработке и помочь вам несколькими простыми советами, как в будущем эти сайты делать хорошо и развивать, получать от них прибыль и удовольствие от работы, если получится. Первая ремарка – вводная. Правильная разработка сайта вообще. Если мы возьмем какой-то бренд, например, Lays, то есть как компания Lays будет подходить к разработке сайта. К разработке сайта она будет подходить следующим образом. То есть у компании есть некие бизнес-цели и маркетинговая стратегия. То есть, соответственно, у них потом появляются стратегии позиционирования. Например, маркетинговая стратегия заключается в том, что они работают в целевой аудитории 18-24 лет мужчины. И, соответственно, их коммуникация направлена на эту целевую аудиторию. Они некоторое время работают с этой целевой аудиторией, предлагая соответствующие какие-то эмоциональные бенефиты. Например, в коммуникации они начинают использовать скейт, айпад, какие-то такие вещи, наушники. Они коммуницируют с своей аудиторией, и их цель – какую-то долю рынка увеличить. Например, они хотят получить в этой доле, то есть сегмент рынка, например, 50 или 70%. Когда компания достигает этого результата, у нее становится вопрос, драться за оставшиеся 30% или попробовать что-то новое. И, соответственно, компания может выделить другой целевой сегмент. Например, люди от 25 до 35. Когда они выделяют сегмент, то есть меняется коммуникация. И вот, грубо говоря, основа… Я почему это рассказываю? Потому что это будет основа к разработке сайта, например, который мы делали летом 2012 года. Это промо-сайт для Layestron. Они выделяют новый бренд, который именно рассчитан на коммуникацию именно с этой аудиторией. У него, соответственно, есть какие-то бенефиты. Там проходит у нас чемпионат Европы по футболу. И, соответственно, футбол, пиво, диван, условно. Ну, какие-то там майки, сборные. Люди, да, спорт. И, соответственно, это все разрабатывается маркетологами. Соответственно, происходит и позиционирование. То есть целевая аудитория, позиционирование, коммуникация. Потом производится контент в виде этих самых графических элементов, то есть кей-визуалов. И когда происходит определение показателей эффективности сайта, то есть что мы от него хотим, то есть что будет общая глобальная рекламная кампания и одним из лендингов, то есть посадочных страниц для нее будет промо-сайт. И, в общем, когда мы начинаем сайт разрабатывать, у нас не возникает вопросов, какой там контент должен быть. И мы там не двигаем блоки, не играем со шрифтами с большего, потому что у нас также есть брендбуки и все остальное. То есть, соответственно, просто делается при разработке сайта достаточно простое техническое решение, которое, условно говоря, делает две страницы, плюс посадочная страница с какой-то информацией. То есть проводится глобальная рекламная кампания, сайт является одной из точек коммуникации. Вот это правильно, так вот сайты делают, но, естественно, для мелкий и средний бизнес так разрабатывать не может, потому что это слишком глобальный подход. Допустимая разработка заключается в том, чтобы сформировать бизнес-цели, продавать столько-то через интернет, продавать столько-то кому-то. То есть, соответственно, разрабатывается маркетинговая стратегия, потом производится контент, потом производится определение показателей эффективности сайта, и в дальнейшем уже происходит непосредственно само проектирование и разработка сайта. То есть, опять же, проектирование и разработка сайта находится на четвертом пункте. То есть мы производим результаты измерения на пятом и возвращаемся к пункту 3. То есть когда мы достигли каких-то показателей, например, мы выполнили объем продаж, или мы хотим расширить ассортимент, или увеличить средний чек, если это возможно, опять же иногда это просто невозможно. То есть мы возвращаемся, вносим изменения в сайт, перепроектируем его и потом опять измеряем, что у нас получилось для достижения цели. То есть это допустимый хороший подход профессиональный для такого среднего бизнеса. А в Беларуси обычно происходит следующим образом. То есть компания делает сайт, потом его редизайнит, потом его перерабатывает, потом увольняет маркетолога и этот цикл повторяется заново. И это происходит, потому что новая отрасль и знания какие-то тяжело получить. И вот чтобы этот процесс прекратился, и чтобы то, что вы сделали вначале, явилась базой для дальнейшего развития, вы каждый раз не переплачивали за одно и то же, сделали фундамент, разрушили, сделали фундамент, разрушили, сделали разрушили. Но это же никому не надо. Но в интернете это происходит регулярно. То есть надо просто вынести некие выводы и вот этот опыт получить для себя и двинуться дальше. Сейчас мы попробуем это сделать. Почему картинка не мной придумана, я ее видел. Почему так часто происходит? Потому что когда заказчик и разработчик находят друг друга, слишком общие цели ставятся. То есть вообще есть известная статистика, что 90% всех проблем на проектах происходит из-за того, что на предпроектной стадии не были четко проговорены основные моменты, не были выставлены задачи для сайта, не был подготовлен контент, например, не была подготовительная работа проведена должным образом. И, соответственно, в таком случае исполнитель делает то, как он понял, или то, что ему хочется. Заказчик не принимает это и начинаются какие-то разноглазия. Поэтому такой ситуации не должно быть. Когда вы приходите за разработкой сайта, вы должны понимать, зачем он вам нужен. Зачем он вам нужен и как он должен решать те задачи, которые стоят перед бизнесом. А какие задачи стоят перед бизнесом и перед маркетингом, любым маркетингом, какие. Ну, в общем, выступлю в роли капитана очевидности. Ключевая маркетинговая задача любого бизнеса, а сайт как инструмент маркетинга, то есть это достичь каждого представителя своей именно целевой аудитории, который мотивирован сейчас совершать какие-то действия и помочь ему совершить желаемые для бизнеса действия. Вот, собственно говоря, и все. То есть, грубо говоря, найти свою аудиторию в тот момент, когда она собирается принять решение и повлиять на это решение. Соответственно, сайт в данном случае, как и любой маркетинг, ну, не любой, скажем, но в целом сайт – это место, которое должно повлиять на принятие решения, именно целевой аудитории. Это важный момент. Соответственно, делаем выводы. То есть сайт – место коммуникации. Для того, чтобы на месте, это место коммуникации, соответственно, ему нужен контент актуальный. То есть мы должны влиять на решение, мы должны что-то предлагать, делать какое-то предложение, показывать товары, рассказывать об услугах, рассказывать о себе. То есть, соответственно, это должно быть некое информационное наполнение, потому что просто на картинку с каркасом по бокам и пустота в середине, ну, никто никак… Одно такое решение может быть закрыть. То есть, соответственно, сайту нужен контент. Сайт не работает без посетителей, поэтому просто прийти и сделать сайт, который начнет вдруг сам продавать, такого не получится. Даже если вы там потратите огромное количество усилий на разработку сайта, без усилий по его продвижению и привлечению на него целевой аудитории, эти усилия будут неэффективны и бесполезны в большинстве случаев. Вот, поэтому мы сразу понимаем, что сайт – это всего лишь элемент интернет-маркетинга, да, то есть и вообще элемент, причем достаточно небольшой, если это не онлайн-бизнес и не какой-то сервис, небольшой элемент вообще глобального маркетинга компании. Соответственно, мы понимаем, что если мы желаем повлиять на посетителя, то нету главной страницы, каждая страница главная, да, потому что люди приходят с поиска не только там на, там, не знаю, там в корень сайта, они приходят на внутренние страницы, да, то есть они попадают на лендинги, соответственно, эти страницы влияют на посетителя. Если они влияют, соответственно, каждой такой странице надо придавать максимально большое значение, да, то есть об этом надо забывать. И вот это, соответственно, следующий вывод, что, ну, то есть правило одно клика. То есть человек должен попал на страницу, получить необходимую информацию и получить дальнейшие инструкции по тем действиям, которые надо совершить для того, чтобы удовлетворить свою потребность. Вот. Отсюда идет такой достаточно неочевидный, но часто упускаемый вот начинающими заказчиками момент, что дизайн сайта – это и есть контент сайта. Ну, то есть нету дизайна сайта без контента. Просто когда идут долгие споры между разработчиком и заказчиком о том, что вот здесь что-то не так, или добавьте вот здесь вот в эту иллюстрацию чего-то, на самом деле заказчик требует от исполнителя выполнения работ по производству графического контента. То есть он не дизайн сайта, он просто хочет, чтобы для его бизнеса произвели вот эту картинку, с которой он сам себя сможет ассоциировать. Но предварительно ничего не обсудили, как правило, и поэтому возникают разногласия. То есть разработка дизайна – это и есть разработка контента. Просто контент бывает текстовый, то есть бывает графический, бывает мультимедийный. Плюс, конечно, немного стилистики, информационного проектирования, ну и магии. То есть небольшой магии. То есть стилистика сайта – это то, что отделяет хороший сайт от такого посредственного. То есть это уже мастерство дизайнера. Здесь надо правильно подбирать себе исполнителя. Но основной упор – это, конечно, на контент и на информационное проектирование, чтобы задачи бизнеса, они были впереди, а не какие-то, допустим, там, фантазии дизайнера или фантазии генерального директора или фантазии маркетолога. А все эти случаи встречаются примерно с одинаковой вероятностью. Соответственно, реальные задачи бизнеса только в 25 случаях воспринимаются серьезно. Сейчас я продемонстрирую этот случай. Этот пример приводила компания NIMAX питерская. Очень наглядно демонстрирует. Вот это макет. Это дизайнер нарисовал красиво. А вот это реальный сайт, который заказчик. Ну и вопрос, почему не продает, то есть не надо объяснять. Потому что, еще раз, дизайн – это есть контент. Дизайн – это контент. Нет контента – нет дизайна. Дальше. Так ли важен контент? Тоже эту картинку я нашел в интернете. Это хороший пример вирусного заполнения. Считали люди, что просмотр соответствующего каталога, увеличились там показатели, что-то на три раза увеличилось количество просмотров, и, соответственно, там увеличилось количество вирусного распространения, ссылки на сайт получили. То есть глобальный бонус получился. Опять же, достаточно простая вещь. Это никаким образом не относится к дизайну сайта. Никаким образом. Это в чистом виде контента. Ну и, соответственно, его решение, решение его подачи. Юзабилити. Хорошее слово. Я согласен. Хорошее слово. Мы сейчас не рассматриваем проекты, вот вроде Тутбая, где юзабилити или какие-то контенты других проектов, в которых юзабилити действительно жизненно важный способ выживания, развития проекта. То есть мы продаем аудиторию, то есть своим рекламодателям, соответственно, аудитория должна быть максимально удовлетворена. Мы говорим сейчас про, допустим, сегмент B2B или интернет-магазины. Как правило, инвестиции в юзабилити, они избыточны. То есть достаточно отраслевого стандарта. Что такое отраслевой стандарт? Ну просто посмотреть, как сделаны похожие решения отраслевые. У компаний, может, которые идут на шаг впереди, на два впереди. Российских компаний, западных компаний. И сделать так же, повторить. Для быстрого старта, для переделки этого достаточно. Просто вам надо получить какое-то решение, чтобы уже потом по нему начинать собирать статистику. А когда мы начинаем пытаться улучшить того, чего нету, это сложно. Потому что еще и дальше будет этот вывод, я вам скажу здесь. Любое решение, которое не подтверждено данными статистики, является субъективным мнением. То есть любое дизайнерское решение – это субъективное мнение дизайнера, пока его результаты не доказаны какими-то исследованиями, например, статистическими, что показателей отказов здесь, например, меньше. Я условно говорю, если это применимый показатель, а, например, количество заказов больше. И это очень субъективно, и поэтому достаточно сначала начать с отраслевого стандарта и дальше уже заниматься улучшениями. И часто, когда мы отвлекаемся на юзабилити, это не помогает решать бизнес-задачи. У нас был хороший кейс, когда пришел довольно известный магазин и говорит, нам надо юзабилити, что-то в продаже упали. Мы заходим на сайт, на половине товаров нет описания, и картинка достаточно корявая. А товар достаточно сложный, его покупают для подарков, для еще чего-то. Ну какой юзабилити? Ну сядьте, напишите контент, а потом поговорим про юзабилити. Вот это важный момент. Не надо подменять эти вещи. Нету какой-то магической точки или какой-то волшебной таблетки, которая поможет решить проблему. Если у вас проблема с производством контента, надо организовать процесс по его производству. Дизайн корпоративных сайтов. Любой подход имеет свои плюсы и минусы. Любой тренд имеет свои плюсы и минусы. Любая технология имеет свои плюсы и минусы. Это факт. Поэтому мы всегда рекомендуем делать достаточно строгие, как консервативные решения. Про что я говорил, любое решение субъективно, пока его эффективность не подтверждена исследованиями, например, аналитики, АБ-тестированием, еще какими-то вещами. Это делается достаточно просто, опять же. То есть при желании. И не надо менять решение бизнес-задач какими-то технологическими новинками. Часто вам будут предлагать, например, давайте сделаем тут какую-то, применим какую-то технологию, используем ваш тмл-пятый, используем какой-нибудь скролл, параллакс и все так далее. Все это хорошо, но надо понимать, а решает ли это бизнес-задача. Если не решает бизнес-задача, и ваша целевая аудитория, допустим, не мега продвинутые люди, например, вы не продаете какие-то экстравагантные товары, лучше от этого отказаться. То есть лучше от этого отказаться, потому что часто технологии – это герои, не ваши романы. Потому что вам надо просто донести доступную информацию. Есть известный пример французского магазина, который продавал одежду онлайн. И, соответственно, ситуация там была такая, что руководство решило переделать магазин, так как их не устраивал объем продаж. Но кто-то, какой-то энтузиаст в отделе маркетинга, он уговорил сначала попробовать поменять форму подачи контента. То есть не меняя самого дизайна, просто форму подачи контента. Насколько помню, руководство согласилось, но только с использованием одной рубрики – мужских рубашек. То есть у них весь был спектр, они согласились, давайте поэкспериментируем на мужских рубашках. И они, соответственно, поменяли контент, сделали фотосессию дополнительную. Ситуация была такая, то есть рубашки подавались в застегнутом аккуратном виде, потом расстегнутые немножко такие, ну, растормашенные и на манекене. Вот угадайте, какой из вариантов дал… Причем у одного из этих трех вариантов был достаточно большой отрыв по конверсии, то есть конверсия увеличилась. Какой из вариантов? Второй, да, расстегнутый. Вот он был второй, у них был первый вариант, соответственно. И только за счет того, что они поменяли подачу контента, опять же, ничего не меняя в сайте, то есть продажи значительно выросли. То есть Amazon с его желтой кнопкой заказа тоже является достаточно известным кейсом, но они это выяснили, опять же, АБ-тестами, достаточно долгое промежуток времени. То есть нет какой-то волшебной кнопки, какого цвета должна быть конверсия. То есть это надо проводить исследование. Надо в этом иметь компетенцию, надо знать, как управлять этими исследованиями. То есть я говорю, отраслевой стандарт, пока у вас всего этого нет в копилке, это самый идеальный способ решать свои задачи на первой стадии. Дальше. Вот я показываю, что на самом деле с большего все сайты одинаковые. Ну, по крайней мере, корпоративные сайты, вот сейчас будет набор корпоративных сайтов, они все одинаковые. Они различаются только контентом. Вот у нас есть слайдер, у нас есть, допустим, условно говоря, новостной блок, есть какие-то тизеры, есть какая-то часть сервиса. Ниже каталог иконками вынесен товар. То есть здесь вот чем этот сайт, кстати, у него 4 или 5 наград на разных конкурсах, он хорош своим визуальным контентом и аккуратной сеткой, стилистикой проработанной. Опять же, Серж, абсолютно то же самое. Пожалуйста, вот основной блок, слайдер, на котором анонсируется коллекция. Несколько тизеров поменьше, там будут новости дальше. Вот меню стиля немножко. То же самое видьба, то есть немножко другими задачами, но тем не менее, тизеры, компании, слайдер опять же, то есть новости по всей видимости. Белшина, которую мы вчера сайт анонсировали, дальше то же самое, то есть слайдер, то есть имидж, каталог вынесен и подбор, то есть там ниже новости. То есть на всех сайтах, вот один из клиентов наших, который присутствует здесь, компания SKT-ZPT, вот то же самое, да, то есть вот отличное корпоративное отраслевое решение, то есть со слайдером, с тизерами, с иконками продукции. То есть я оставлю пока, то есть смысл в том заключается, что, я понял, смысл в том, что в дизайне, то есть когда мы начинаем, мы должны начинать с отраслевого стандарта. Двинемся дальше. Есть еще ряд технических проблем, тут мне сказали, что надо ускоряться немножко, я постараюсь все-таки донести эту информацию. Есть технические проблемы при разработке сайтов. Помимо дизайна, то есть часто просто настолько заказчики устают при разработке дизайна, что все остальное спускается на тормозах, вот эти вещи тоже очень важны. Почему? Потому что для сайта очень важно, чтобы его можно было поддерживать и развивать, чтобы это была платформа, которая развивалась. И, соответственно, очень часто заказчики сталкиваются в силу ряда причин в том, что затруднена поддержка и масштабирность, либо это не осуществляет разработчик, либо это осуществляется медленно, либо осуществляется дорого, либо все вместе. Соответственно, нету, если это какой-то уникальный продукт, то знания эти не отчуждены. То есть нету какой-то документации технической, которую сайт тяжело поддерживает. И, соответственно, затраты на поддержание этого продукта становятся просто колоссальными. Качество внедрения. Достаточно сложно заказчику проконтролировать, насколько хорошо сделан сайт внутри, он этого не понимает. Но это важный фактор для принятия работы. Зависимость от разработчика. То есть, наверное, тоже понятно. Обучение контент-менеджера. Приходит новый специалист. Как его обучить тому, как, собственно говоря, правильно носить контент. Соответственно, ключ к успеху – это правильный CMS, правильный партнер по разработке и правильная методика разработки. Про методику я сейчас остановлюсь. То есть сайт можно первым этапом разработать, например, по методике waterfall, то есть полностью проект за фиксируемую стоимость. Доработки можно делать по гибкой методологии, там agile, scrum, когда поставками идут какие-то улучшения. То есть, опять же, надо понимать, что разработка и поддержка – это немножко разные бизнес-процессы. Это тоже надо учитывать. Выбор CMS. Что важно? CMS должна подходить под специфику бизнеса компании. Мы рекомендуем, сразу говорю, то есть продукты компании 1S-Bitrix, потому что они хорошо подходят именно под магазины и корпоративные сайты. В них заложено много функционала для дальнейшего развития. Если функционал уже написан, вам его не приходится переписывать. Соответственно, вы не пишете багов, вы не пишете за время программистов, которые сейчас действительно очень дороги. И это помогает делать быстрые старты, опять же. Важно, чтобы на этой CMS работало несколько адекватных студий-партнеров, и чем больше их, тем лучше. То есть тогда вы снижаете зависимость от разработчика. Постоянное техническое развитие платформы, постоянные билды, развитие функционала, правка багов. Наличие документации и курсов для пользователей, для разработчиков и пользователей конечных. Это тоже очень важно. И, соответственно, возможность интеграции с другими IT-системами компании, с 1S и так далее. То есть вот эти вещи очень важны. Разработчик, все понятно, это опыт, это его надежность, портфолио. Насколько субъективно вам нравится его работа, потому что странно ожидать, что разработчик, рабочий вам не нравится, вдруг выдаст какой-то феноменальный результат. То есть успешный опыт работы именно в вашей отрасли и пунктуальность соблюдения договоренностей. То есть важные вещи. Что делать? Мы рекомендуем стратегию быстрого старта. Если вы задумали автоматизацию бизнеса с помощью сайта, сделайте первую поставку, просто сделайте сайт. И поэтапно решайте. Следующие задачи – интеграцию, выгрузки, личные кабинеты. Выносите, чтобы сайт работал, и ценность вы получали постоянно, а не ждали завершения этого огромного проекта, который может никогда не закончиться, потому что требования изменяются. И это главная проблема в основном на разработке крупных проектов, когда изменения требований не позволяют завершить проект успешно, потому что там начинается много-много других процессов, когда изменяются требования и так далее. Процесс постоянных улучшений. Нужно измерять то, что происходит на сайте, то, что делают пользователи, понимать, где можно улучшить, где мы теряем, и эти изменения включать в поставки по улучшению. Качество должно быть встроено внутри продукта. То есть разработка, опять же, чем надежнее систему вы покупаете, чем надежнее разработчика берете, соответственно, качество и стандарты у этого разработчика позволяют вам получать качество сразу, то есть от 10 раз не переделать. Соответственно, на мой взгляд, один битрикс позволяет сделать платформу, которая обновляется, постоянно обновлена, и на которой можно строить хорошую онлайн IT-инфраструктуру для компаний с шагами в будущее. На нем можно делать адаптивный дизайн и другие вещи. Но эту основу не надо постоянно переделывать с нуля, потому что она уже есть, и она принадлежит вам. То есть можно внедрять другие шаблоны, но сайт остается. Соответственно, в будущем это адаптивный или респонсив дизайн. То есть концепция, что один человек одно устройство, и, соответственно, придет к тому, что люди будут употреблять на том, что у них будет, если это планшет и так далее. То есть всегда иметь наличие актуальный контент и идти в ногу со временем, смотреть, какие сервисы появляются. К примеру, для онлайн-магазина заявки, статусы, скидки, личный кабинет и так далее. Эти вещи должны постепенно наращиваться в качестве функционала. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Давайте вопросы. Добрый день. Меня зовут Александр Лосковнев, бизнес-тренер и консультант. И я хочу просто даже не вопрос задать, а вот именно согласиться с вами и в том плане, что в первую очередь с сайтом самый первый шаг должен заниматься именно маркетолог, то есть тот человек, который разрабатывает стратегию. А создание сайта, это конечный какой-то пункт, то есть это то же самое, как реклама, то есть это конечный пункт. Сайт, значит, одно из звенок из всего маркетинговой компании. И в этом плане, к сожалению, многие предприниматели делают, они готовы большие деньги тратить на создание сайта, на продвижение или на рекламу на радио, но они не проводят сначала хотя бы минимальное маркетинговое исследование, которое просто каждый предприниматель должен сделать. И поэтому я с вами очень согласен, когда вы вначале это говорили. Спасибо большое. Какие существуют варианты поддержки сайтов? Варианты поддержки сайтов? Поддержки сайтов вы можете инхаус команду развивать, то есть, соответственно, у вас будет на офисе находиться программист. Это может быть подрядчик, внешне это студия, то есть вот, наверное, два основных варианта, которые есть. То есть, соответственно, поддержки я имею в виду как поддержка и развитие, то есть дописывание функционала, что-то изменение, улучшение. А вообще поддержка, ну, как бы при хорошем продукте, это гарантийная, ну, гарантия по гарантии, если какие-то баги правят вам. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, при разработке сайта там используется то-то, применяется то-то и немножко магии. А что такое вот это вот немножко магии при разработке сайта? Ну, магия – это, я не знаю, какой-то, какие-то, ну, это профессионализм называется, да, то есть уровень, уровень дизайнеров, вот бывает часто, что вот люди работают вроде одно и то же задание, одни и те же блоки, один и тот же фирменный стиль, но у кого-то получается на это приятно смотреть, у кого-то нет. Это талант, наверное, талант дизайнера вот по стилистике и созданию сетки, чтобы это все выглядело гармонично этим, ну, то есть это какую-то эстетическую функцию еще выполнял, да, дизайн, а не просто вот функциональная вещь. Это не обязательно, но желательно элемент, потому что, ну, для кого-то это важно. Скажите, пожалуйста, вопрос вот о копировании контента при создании сайтов. Можно осветить? Ну, контент желательно, общая рекомендация, это, конечно, создавать, да, создавать не у всех получается, то есть чем плохо, когда вы копируете, допустим, контент сайта производителя, потому что контент дублируется, он не является уникальным, соответственно, вы теряете некий поисковый трафик, и, соответственно, ну, то есть видимость ваша для поисковых систем становится хуже, да, поэтому желательно, конечно, для ключевых позиций контент брать с сайта производителя, чтобы он был достоверный, и переписывать там, то есть рерайтить. Фотографии можно делать самим, опять же, можно брать, опять же, с сайта производителя, да, то есть, ну, как-то их там по-другому называть, то есть, ну, то есть контент, ну, вообще в идеале, вот сайтинг, да, то есть это идеолог юзобилития, он приводит два примера на своих выступлениях, описание духов, да, то есть где одни просто там формальным языком, да, а где-то, а одна где-то передает эмоции, да, то есть вот, ну, мне, я так точно не вспомню, но смысл такой, что, конечно, лучше написать так, чтобы что-то цепляло в этом тексте, да, то есть это должен делать профессиональный копирайтер, если этого нет, то средний вариант, да, это просто сделать хотя бы уникально, чтобы это была хорошая видимость, да, для поисковиков, ну, хуже всего, когда это сдублировано, там, с сайта конкурента или там со своего другого сайта, да, где, что приведет, ну, то есть к негативным последствиям в поиске, выдаче и, соответственно, привлечении аудитории на сайт.